Итак, квест. Экзотический. Новый. На старый дробовик четвертый всадник. Электрическая ДПС зверь-машина из первой части. Давайте разберем, как получить его. Во-первых, квест доступен обладателям сезонного пропуска Обители Теней. Во-вторых, квест спокойно проходится в одного человека. Командная активность будет тут только в самом конце поручения. Но и ее можно либо соло закрыть, либо найти любых случайных напарников. В-третьих, прохождение займет не более двух часов, если делать все правильно. Ну а как именно правильно, сейчас расскажу я Джонни Лейни. Квест появился в игре сегодня, 17 марта. Получить его можно у командора Завалы. Следуя заданию, восседая на бледном коне, нам нужно найти и проникнуть в оружейное хранилище под офисом Завалы. Что? Каким офисом? Ну вот да, есть у него офис. Сначала у нас было хранилище оружия Банши, теперь хранилище оружия Завалы. Кажется, что у всех хранилища есть и оно больше нашего. Но да ладно, я показываю дорогу. Двери заперты. Теперь нам нужно найти шахту, по которой мы проникнем внутрь. Показываю путь. Показываю путь. В хранилище мы обнаруживаем пустыню. И теперь сообщаем завале, что его грабанули. Синий Титан негодует и говорит, что нам точно может помочь Анна с Марса. Та сообщает, что домушниками, которые обчистили Титана, скорее всего были Кабал. Ну, они видимо известны своей ловкостью и проворностью. Приметив этот факт, мы получаем следующий этап квеста. На охоте. Соберите данные для Анны, побеждая Кабал или завершая открытые мероприятия на Марсе, гласит задание на карточке. Отстреливать Кабал придется очень долго. Реально долго. Гораздо быстрее будет выполнить эту часть квеста, закрывая открытые публичные мероприятия. На Марсе они не часто запускаются, так что ловить момент придется. За один ивент дадут 20% прогресса. А пока ждете паблик, можете активировать эскалационный протокол. И за каждую отраженную атаку противника получать по 10% к прогрессу квеста. Так что смотрите, что вам подвернется быстрее, ивент или протокол. После завершения этого этапа вернитесь к Анне и доложите о своих успехах. Она попросит продолжать и скажет, что теперь нужно отстрелить отряд псионов для сбора новых данных. Я делал этот этап в затерянном секторе на ЕМЗ. Каменоломня. На локации Затонувшая Острова. Там спаунится порядка 8, кажется, псионов, так что 5-6 забегов и дело сделано. Еще можно открывать патрульные сундуки, которые дадут аж 20% к прогрессу задания, чтобы найти их. Посмотрите, есть ли у вас призрак с трекером на ЕМЗ, который поможет найти схроны быстрее. После этого летим обратно в башню, к фрейму Бенедикту. Говорите с ним и получайте новый этап. Бенедикт хочет, чтобы вы устранили сигналы кодирования, исходящие от ЕМЗ. Побеждайте противников, завершайте открытые мероприятия и патрули. Вот этот этап скуха адская. Не могу сказать, что тут есть прям быстрый способ, но эффективнее всего перемещаться с локации на локацию, в зависимости от того, где будут приближаться ивенты. А пока ждете этот самый ивент, возьмите патрульный маяк. Двух зайцев сразу, ну или вроде того. После минут 30 фарма, вернитесь к фрейму в башне и поблагодарите за столь увлекательные миссии. Он скажет, что благодарности не стоит и отправит на заключительный этап. Прохождение затерянного сектора на уровне сложности легенда. Нам нужен конкретный, каменоломня. Да, тот же самый, в котором я советовал отстреливать псионов для более раннего этапа. Вот тут лучше все же найти хоть какого-то напарника, обеспечив себе более легкое прохождение. Летим в бункер Распутина, запускаем приключения и проходим. Ну а из сундука достаем тот самый долгожданный дробовик, четвертый всадник. Сначала, притом последний этап был завязан на рандоме, из-за чего квест нельзя было завершить сходу после получения. Игроки столкнулись с таймгейтом, но возмущения было так много, что разрабы быстро переставили кассетки и запустили тот сектор, что был нужен сообществу. Спасибо, конечно, но давайте в следующий раз сразу без таймгейта. Он всегда сильно бесит игроков. Что до самой награды, я ее еще толком не тестил, все же побежал скорее этот ролик делать. Но скажу, что в первой части этот шотган пользовался популярностью только на налетах и аренах применительно против боссов. И только тогда, когда совпадал модификатор урона, электрический. В остальном же, нельзя сказать, что это имба какая-то в ПВГ. Но посмотрим, как он будет в Дестине 2 себя показывать. Если он будет представлять из себя что-то действительно стоящее, то я запишу о нем отдельный ролик и расскажу, где его стоит применить. А пока на этом все. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь отблагодарить меня лайком за видео и подпишись на канал, если все еще нет. Счастливо! Страж. 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 Страж.